В Чикаго живет 8 или 9 семей, они дружили еще в Киеве или в Харькове, нет, по-моему, в Киеве. Они приехали с детьми в Чикаго одновременно, дети там закончили университеты американские, стали абсолютными американцами, по-моему, все программисты. Женились на американках, купили дома, съехали от семьи. Прошло некоторое время, они разошлись с американками, женились на русских, в квартире у них повесили портреты Галича, Высоцкого, Куджавы, и днем они американцы, чистопородные, абсолютные, с языком, так сказать, совершенным, а вечером они россияне, слушают эти песни, поют, ездят на бардовские сборы и так далее. Я думаю, что это феномен великого, могучего, правдивого и свободного языка. Абсолютные американцы, уже, так сказать, сложившиеся, молодые, совсем молодые, до 30, приезжают ежегодно на уникальный совершенно слет в Америке, под Филадельфией, в огромном парке, туда съезжается тысячи три, а может быть, даже больше народу, которые поют песни, слушают стихи, пьют водку в изобилии, бренчат на гитарах и гуляют совершенно по-российски. Но все это под флером российской песни, российской поэзии. Я думаю, что это феномен языка, который слушали в детстве. Мы ведь не знаем, я во всяком случае не знаю ни одного другого народа, который бы нынче у нас на глазах так расселился по всей планете. Я просто не знаю ни немцы, ни англичане и так далее. Но то, что киньте-англичане, приехав в любом количестве в Индию куда-нибудь, сохраняли английский язык и английские нравы, ну это как бы естественно. Они приехали в колонию, а тут приехали в страны, которые значительно более, ну, развиты, что ли, я уже не знаю, но во всяком случае сильно подавляют своим совершенствам техническим, медицинским, всяческим, другим. И люди же, оно сохраняет русский язык и пристрастие к российской культуре. Ну и еще не забудьте, знаете что, что главным образом уехали евреи. А пристрастие евреев к культуре той земли, того народа, где они долго жили, так сказать, общеизвестно. В общем, еще поэтому все остаются русскими.